Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуф и сегодня хочу прицелить вашему вниманию еще один арабский или персидский магический алфавит. Чаще он называется еще алфавит магический камня. То есть на камнях наносился и так далее, окуривался, оговаривался, как говорится, писался чаще чернилами или сжигался, оставлялся на камнями, под камнями. Но многие думают, что можно просто тупо сошифровывать на арабском алфавите, то есть данными буквами и все. Нет, у них есть у каждого буквы индивидуально или глифа индивидуальное значение. Я свой перевод сегодня вам дам. Тоже информацию снова кратко, как говорится, так сказать, насколько хватит времени. Так, первый это арабский алфавит тут у нас, а вот тут глифировка, сами буквы. Так, первый это у нас чистит и убирает негатив чаще. Второй это чистка организма. Третий это желание исполнить. Четвертое защита от врагов или невзгод. Чаще тоже применялось, но иногда, кстати, бывает и в ставах приворотных. Иногда используются, то есть блокируются, чтобы снять, допустим, не могли. Пятый это чары морок сбить с пути. Шестой. Вот шестой, вот это. Так, шестой помощь беременной. Целительность, целительность своей силой обладает. Так, следующий. Седьмой. Лечить понос, то есть открыть правду. То есть он чаще лечит, я и говорю. То есть бывает кишечные проблемы убирает, а бывает именно глиф данный воздействует еще на голос. Восьмой, следующий у нас глиф. Это благо от кого-то деньги, допустим, от спонсора кого-то получил. Девятый. Узнать, что хочешь через огонь. То есть сжигается с вопросами и так далее. Так, следующий у нас. Десятый. Остановка магического воздействия, защита от страха, допустим. Так, следующий. Одиннадцатый у нас, да? Поиск потерянного. Двенадцатый. От врагов. Тринадцатый. Так, тринадцатый. Подождите, у меня точно. Любовь, огонь, страсти и иногда исцеление талисманов применяется. Четырнадцатый. Это у нас скрыться от недоброжелателей, врагов. Допустим, в защитах он тоже используется. Пятнадцатый. Пятнадцатый от болезни духа, то есть психики и так далее, да? Следующий. Шестнадцатый. Это удар, удар, сила, вспышка. В дороге именно, допустим, в пути, то есть, допустим, человека сбить с пути, чтобы он разбился и так далее. По сути, это камень креугольный иногда еще называется. Так. Шестнадцатый. Ой, семнадцатый. Я уже все сейчас заработаюсь. Так. Семнадцатый. Защита от правоохранительных органов. Так. Восемнадцатый. Получить долг от кого-то. Восемнадцатый. Получить долг я уже назвал. Девятнадцатый. Вызов. Вызвать ссор. Или как зов, допустим, при воротах тоже используется. Так. Следующий у нас. Блин, почему она получается? Так, что у меня камера тут глючит. Двадцатый глиф у нас. Двадцатый. Это поиск работы чаще. Но он такой в замаскированных, как основа иногда применяется. Двадцать первый. Сон вещи. Двадцать второй. Это у нас зов, любовь, тоска. Ну, то есть, при воротах тоже используется. Так. Двадцать третий. Это. Получить по слову. Двадцать четвертый. Болезни утихомерить. Двадцать пятый. Ну, это негативное влияние. Так, двадцать шестой. Это открыть дороги поток. Вот это полувосьмерка такая у нас. Двадцать седьмая. Смотрят на вас все. То есть, по сути, привлечение или как морок, или как светитесь как будто. И последний двадцать восьмой. Чужие деньги вам. То есть, как крадник функцию такую иногда. Или как магнит действует тоже. То есть, общего действия. Вот такой мой перевод глифов или магического алфавита арабско-персидского. Камня. Всем удачи и успехов. С вами был Александр Пчев. Делитесь с этим видео. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok